Вы все прекрасно знаете. Давайте поаплодируем ему. Театр в свое время — это на самом деле он. Государство — это я, театр в свое время — это он. А сейчас он нам зачитает некий, я даже не знаю, как, паразитический фрагмент, который... Небольшой театральный монолог. Что-то такое будет связано с демонами, насколько я знаю. У меня даже есть значок, после того, чтобы оборвать фильмами. На эту тему. У нас вообще с демоном еще будет дальше. Уже было, да, и будет дальше. Так что, Мигаэль Штерн. Да что вы себе позволяете, а? Таланты, понимаешь, живые, настоящие. Еще скажите, что душа у вас есть. Была бы душа, вы бы в наше ведомство не стучались, а то разберусь, а то разберусь, понимаешь. Хочу, хочу, хочу. Ну, хорошо, хочешь — на, на, бери, что за прошло. Хавый, проникайся и твори. Ну и потом, по факту творения, получается, надо бы отчетиться. Но нет. То не доделано, все не додумано. А может, мы вообще не будем с этим работать? А может, мне вообще не стоило на свет появляться и хотеть что-то рисовать, петь, лепить, играть, танцевать? Думать, а может, ну, это все нафиг, это неправильно, надо было уже детей, замуж, жениться, и во всем это там замыть? А-а-а! Ну, на кой черт я, нормальный, здоровый демон, просил это распределение в департамент вдохновения, а? Хотелось красоты и гармонии. Хотелось красоты и гармонии еще раз. Ну, хотелось, пошел бы, искушать старых композиторов. Но нет, надо было с нуля, юное, свежее и настоящее. Ну и пришили музей. А куда? Правильно, к девчонкам. Мне казалось, что они тоньше, трепетнее, чувствовать умеют, в отличие от мужчин, лучшие с ними проблем вообще никаких не будет, знай, да и твоим идеям, достоинственные отчеты, а вот фиг вам. Знаете, как они меня называют? Музык. Как вам? И так пренебрежительно. Никак у старичков, у которых мои сестры летают. У них-то, «Ах, прошу прощения, голубчик, я вынужден вас на время покинуть, меня, кажется, посетила муза. Ах, моя хорошая, может, венца или там шоколаду? Тут, пожалуйста, наливайте, наливайте, вот вам чашечка парфоровая и диванчик, если от досуде заводите». А у меня что? Приходит такая красавица и говорит, «Так, всем отвалить на полчаса, ко мне музык пришатался». Ого, пришатался, давай, что принес, и варь я отсюда. Ну, вообще здорово, а? И все. Не тебе спасибо, не тебе вообще какого-то внимания. Ну, ты как, я должен им вдохновение приносить, а в ответ ничего? Отношения, ну, как курьеру из какой-нибудь их не пятерочки. Абелитная же правда, да? Ходил к начальству, просил защиты, а мне в ответ, «Да ты с ума сошел? Скажи спасибо, что тебя вообще они сейчас на порог пускают». Я такой, «А почему?» А мне, «А сейчас у них это не модно». Что не модно? А мне, «А творчество по старым схемам». Ну, теперь это вообще никому не надо. Можно пойти в магазин, купить полуготовое, нацарапать-то и царапки, рамочку купить, и вот оно творчество. По отчетам считается и все довольны. А все твои сестры гиноваты. И в чем я спрашиваю, они виноваты, скажем так, а слишком хорошо работаны, говорят. Их подопечные возобнили себя гениями, доземиургами, а к подругам своим привыкли относиться, как к маленьким детям. «Ой, милочка, ты три стишка вышел, и красочкой, ах, как красиво, какая любая талантливая, талантливая, все, свободно. Слово скажено, ответ получен». А другие смотрят и думают, а на кой нам учиться? Страдать, мучиться, если правильное слово отважного человека можно практическим вольким. «Ну, хорошо. Ладно, а я тогда зачем? А ты, говорят, должен им это дело обратно вернуть. А как я верну, если меня шпаняют отпису?» «Ну, ладно, ладно, хорошо, слетал я к сестре, старшая, она у одного музыканта крутого, уже полувека в музыке служит, и спрашиваю, а что мне делать? А она такая, а чем я помочь могу? Кому ему-то вообще почти ничто не надо, кроме как напоминать, что он кроме классики еще и рок-н-ролл любит, и потом вся его сила и есть. А что тебе с твоими барышнями делать? Ну, не знаю, разве что, вдохновлять их естественным образом. Ну, как будешь я об этом делать? Иначе, чего это у него все студентки такие талантливые? Расхохоталась и улетела, сволочка. Ну, и стал я думать. Долг стал быть думал, три выговора получил, пока думал, и решился на эксперимент. Надо, думаю, найти какую-нибудь девчонку на улице, вдохновить ее. Вот, поймаю, вдохновлю, сделаю из нее талант. И вот, как только она поймет, откуда у нее все это, так спасибо мне скажет, ну, и успокоюсь. И так, сделал пару кругов над городом, пригляделся и смотрю, она, ну, точно, маленькая, худенькая, хрупкая, изящная, мальчка и футбол с какой-то группой. Значит, кем-то увлекается. Ну, не будет же женщина, у которой свое творчество, к чужой майке ходить, верно? Ага, витально смотрелся. А раз увлекается, возможно, что где-то чуточку и завидует. А это что? Это ж наша почва. Из добрых завидушек таланты только так проплевываются, снова профессионалы. Ой, птички там какие-то постоянно летают вокруг романтика. Кружу, стало быть, присматриваюсь, вроде все в порядке. Слушает плеер, что там в блокнотик пишет, ну, наверняка стихи. Не подсматриваю. Ну, я же честный демон, а не одногласенец, как Элина. Ну, и маршрут у нее примерно один и тот же. Дом, универ, пара клубов, парк, дом, универ и по кругу. Так, две недели за ней летал, потом решил, ну, все, пора. Принял человеческий облик и подошел познакомиться. Так, и так, я самая, у Сева меня зовут, Севолод. Нет, я не год, да, меня слышат. Ага, а как вас зовут? Юра? Так это, вы ж дамы. Ах, Юрения. Ага, папа увлекался эзотерикой в юности. Ах, очаровательно. Ну, ладно, с кем не бывает. А куда вы идете? А можно вас проводить? Можно будет? И так, я за ней мотался добрый месяц, но так и не понял, что она такое, как к ней подходить к моим профессиональным вопросам. Птицы эти, опять же, не вставать начали зарядную. Мы посетили добрых два десятка концертов, целую дюжину выставок, еще какие-то тусовки. На всех моя спутница была улыбчива, мила, записывала блокнотик имена и адреса каких-то девчонок, то ли вокалистов, то ли художниц, неважно. Ну, я же на задании, поэтому глаз не сводил со своей жертвой. Ну, и разумеется, я за все платил. И за билеты, и за пиво в баре, и за какие-то там пожертвования на какие-то галереи, неважно. Деньги имеют значение только для смертных, верно? Ну, и разумеется. Говорил комплименты, расписывал перспективы. Ну, знаете, это профессиональный, а ну, кто еще клюет? Ну, и романтика тоже была, там, если женский полный, ты работаешь. Ну, и вообще, это приятно. Меня же не для скетса создавали, а наоборот. Ну, да ладно, опять же, и птицы, и птицы летают очень красиво. И вот, настал тот самый день. Подходит она ко мне и ласково так говорит. Знаешь, дорогой, у меня есть к тебе очень серьезный разговор. Людей просит, я же вижу, как ты щедр, как ты умен, как ты тонко, прямо-таки, профессионально чувствуешь искусство, как ты всем помогаешь. Не мог бы ты? Ну, тут я, разумеется, весь напрягся, ну, вот оно, вот, вот, вот. И тут она, что бы вы думали, достает свой блокнот и давай мне зачитывать. Смотри, вот, вот, вот тут вот этой надо покатить уверенности, а вот этой добавить живости, а вот этой словарного запаса не хватает. Добавить будет Боб Дилан в юбке, все на уши встанут, а вот, вот этой вот, ну, чтобы перестала думать о маникюре, я начала о гитаре. Это же баба с задатками. Научиться, понимаешь, а я не вывожу. Их тут столько, и все гордые, как лебединое озеро. Они же таланты, живые, настоящие. Отчеты пополам, ну, чтоб пиши, шмоки пока, и исчезла. И стою я с пачкой документации и вижу, выдана на доработку старшему Сабаэлю куратор проекта муза бывшей категории урания. И птицы эти ржут боку, как кони, да что вы себе позволяете? Браво! Нигаре стемь! Уру!